Друзья, приветствую всех. У меня в гостях Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и внешней разведки. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша. Привет всем нашим зрителям. Конечно, мне кажется, что стоит поговорить о том, что Юрий Фиштинский всегда говорит, что президентом России всегда станет бывший директор ФСБ, и ФСБ принимает решение, кто станет президентом, и о том, что у Патрушева с Путиным всегда были плохие отношения. Вот даже Геннадий Гудков и Марк Фейгин сказали мне о том, что на дне рождения Кабаевой были все на яхте Тимченко, но не было Патрушева, бывшего директора ФСБ, потому что они на контрах с Путиным, потому что каждый хочет, Путин хочет остаться президентом, а Патрушев, возможно, имеет президентские амбиции. Поэтому мы сегодня с Сергеем Жирном в связи с этим будем обсуждать спецслужбы, ФСБ, КГБ, их структуру, потому что, еще раз говорю, возможно, Сергей считает иначе, но вот Юрий Фиштинский мне сказал, что ФСБ решает все. И как раз об этом мы поговорим с Сергеем Жирном. Сергей, приветствую вас. Привет, Даша. Вы знаете, я слушаю, конечно, безусловно, что это очень интересный классик, ФСБ взрывает Россию, другие книжки. И у него в основном, я с ним согласен, в основном. Единственное, с чем я не согласен, это с тем, что он, по-моему, в последнее время немножко завышает роль ФСБ реальную. Потому что я считаю, что как раз вот если слушать Юрия Фиштинского, то ФСБ такой монстр, который проник во все щели, который все контролирует, без согласия которого вообще ничего не происходит в Российской Федерации. Но на самом деле мне кажется, что это не так. Потому что мы с вами уже в одной из наших передач обсуждали бегство сотрудников ФСО. А как вот можно было бы сотрудникам ФСО убежать из Российской Федерации, если работает ужасная организация ФСБ, которая всех держит под контролем и так далее. А это значит, это святая святых. Это люди, которые работают вокруг Путина, вокруг дач, вокруг его дворцов, вокруг Кремля, вокруг его резиденций, вокруг его поездов, бронепоездов, вокруг его самолетов, вокруг его членовозов, вокруг его клиник. И вдруг они убегают там за границу. Глеб Каракулов убежал из Казахстана в Турцию. Значит, Виталий Брыжатый убежал прямо из России с обычным загранпаспортом прямо в Испанию и в Эквадор. И где же тогда это всесильное ФСБ, которое с точки зрения Фильстинского абсолютно контролирует все. Я думаю, что как раз это не совсем так. Что на самом деле они, конечно, пытаются что-то контролировать. Но ФСБ превратилось больше уже не столько в специальную службу, сколько в организацию, которая просто занимается отжимом бизнеса. То есть там бизнесмены внутри, не так, как в Советском Союзе. В Советском Союзе КГБ это была идеологическая организация. Вот когда я туда поступал, значит, взяли меня на работу в 1984 году. Пришел я в Краснодоменный институт. Первая лекция, история органов ВЧК КГБ. И нам говорят, КГБ это вооруженный отряд Коммунистической партии Советского Союза. А разведка КГБ это вооруженный отряд Коммунистической партии Советского Союза, который борется с идеологическими диверсиями и с противником на переднем крае идеологической борьбы за рубежом. Вот. ФСБ никакой не передовой отряд партии «Единая Россия». Потому что партии «Единая Россия», извините меня за выражение, нету никакой. Это просто фиктивная организация с клоуном во главе, которого зовут Дмитрий Медведев. Там миллион членов, которые, вот обратите внимание, когда был Пригожинский мятеж, значит, 23-24 июня, ни один член партии «Единая Россия» спонтанно не вышел. Вот где этот миллион партии «Единая Россия», который вышел на площади? А где дальше, вот, с точки зрения Феничинского? А где этот ФСБ? А вот где? В ФСБ сейчас служат 400 тысяч человек или 350 тысяч человек. Половина погранцы. Значит, Пригожин со своими 10 тысячами людей, с тяжелыми танками, с тяжелым оружием, с артиллерией, с РСЗО, с бронетранспортерами, перешел границу между, значит, Донецкой республикой, так называемой, и Ростовской области. Государственная граница, где там погранцы ФСБ кого-то остановили. Там, говорят, кстати, убили двух погранцов, которые им сказали, стой, стрелять буду. Они стрельнули, в них стрельнули обратную сторону, и вагнерцы их убили, двоих. Больше никого там никого не было. Значит, погранцы в Брянске и в Белгороде, где русский добровольческий корпус ходит туда, мочится на другую сторону границы каждый день по 10 раз. И где эти погранцы, которые, так сказать, все контролируют? Вот с точки зрения Феничинского. Вот где это ФСБ? Значит, Пригожин со своей бандой пришел в Ростов, город-миллионник. В городе Ростове, столица Ростовской области, значит, там есть управление ФСБ по Ростову и Ростовской области. Региональное управление ФСБ. Где оно было? Оно сдалось тут же. В каждом районе города Ростова, город-миллионник, значит, там есть районы, микрорайоны. В каждом районе, а их там штук 20, наверное, или 15, я не знаю точно. Но без разницы. Принцип все равно такой же. Есть районное управление у ФСБ, которое подчиняется этому областному управлению. Где они все? И вот если послушать Феничинского, то этот Пригожинский ментеж должны были ФСБшники тут же немедленно там в зародыши задушить и не дать ему возможности ничего делать. Больше того, в ФСБ есть такое вот, в КГБ было третье главное управление. Это была контрразведка, военная контрразведка, контрразведка, которая находится во всех вооруженных структурах Советского Союза, которая контролирует, чтобы в этих вооруженных структурах не было шпионов и предателей. И то есть она знает, она всех, она вербует аргентуру среди военнослужащих, офицеров, солдат, даже генералов вербует иногда. И для того, чтобы знать, что по-настоящему происходит в армии, на флоте, в авиации, в стратегических войсках наступательных и так далее. И такая же структура есть в ФСБ. Я не знаю точно, какой там номер у нее этой службы внутри ФСБ, это значение абсолютно не имеет. Но военная контрразведка есть в ФСБ. И значит, эта военная контрразведка есть на территории захваченных Россией областей Украины, которая работает в войсках, в том числе на фронте, там, где ведут войска, там, где был Вагнер. И есть наверняка, абсолютно точно были агенты ФСБ, которые в числе вагнеровцев, которые работали, сливали информацию от ФСБ. А если они не сливали, значит, они должны были в курсе быть, что Пригожин готовит мятеж. Идея эта всесильная СБ, которая доложила Бортникову, Бортников-Патрушеву и Путину. И они, значит, в зародыши должны были задушить этого Пригожина, чтобы, не дай бог, у него не состоялся этот мятеж. Вот ничего этого нету. Понимаете, Даша? И поэтому, когда Юрий Филищинский, конечно, там высказывает эти интересные, так сказать, свои мнения, они не подкрепляются никакой аналитикой менять человека, который изнутри этой структуры. Потому что то, что дальше он говорит. Да, вот там у Патрушева с Путиным, там, с клока. У них сейчас с клока. Раньше они были вась-вась. Потому что я вам напомню, что Путин, когда стал директором ФСБ, Патрушев тогда был начальником областного управления в Карелии. И Путин его каким-то образом с ним познакомился. Потому что они работали вместе в Ленинграде во времена КГБ. Но они не были знакомы. Они не были в подчинении там или не были коллегами. То есть они вообще не знали о существовании друг дружки. Они наверняка где-то там встречались на каких-то общих собраниях. Там Денчика какой-нибудь собирает все управление ленинградское. Там полторы тысячи человек сидит. Но в этой полторы тысячи человек маленький человечек Путин. И чуть-чуть побольше человек Патрушев. Потому что он был в звании уже, по-моему, полковника в то время. Вот. Они друг дружки не знали. Потом Путин каким-то образом увидел этого Патрушева. Вытянул его в Москву. Назначил его сначала начальником какого-то управления в центральном аппарате ФСБ. А потом, когда Путин уходил из ФСБ в премьер-министре в августе 99-го года. Он исполняющим обязанности директора ФСБ назначил Патрушева. Который тогда уже был заместителем директора ФСБ. Вот. И с тех пор они работают абсолютно в связке. В этом смысле я согласен. Фельщинский об этом написал. Как Патрушев с Путиным взрывали Россию. И Патрушев выходил и говорил про то, что в Рязани произошли учения ФСБ. Не было никакого гексогена. Были мешки с сахаром. Все нормально. То есть отмывал Путина. Вот. Дальше Путин его вел за собой. И сделал его сначала полноценным директором ФСБ. А потом, когда поменял, заменил его на Бортникова, то Патрушев ушел как бы выше в Совет Безопасности. Потому что Совет Безопасности курирует все силовые ведомства при президенте. То есть он как бы готовит для президента документы, но по сотрудничеству всех силовых ведомств. А дальше у них на каком-то этапе пошел клинч, потому что, скорее всего, Патрушев более идеологический человек. То есть вот у него в голове какие-то там тараканы. Он гораздо больше, чем Путин. Путин – это бабло, строго говоря. У Путина Путин не верит ни в церковь никакой, ни в шаманов никаких не верит. Он их боится, но не верит. А верит он только в бабло и в свою какую-то там звезду. А Патрушев – это такой человек-совок, абсолютный совок, который мечтает восстановить Советский Союз, который мечтает восстановить КГБ. И где-то на каком-то этапе у них произошли разночтения в том, как нужно делать. Потому что Путин говорит, я буду воровать себе, а Патрушев говорит, нет, надо там страну устроить, безопасность и так далее. Но у Патрушева, строго говоря, про него это вот вовне рассказывают, что у него какие-то там президентские амбиции. Вокруг Путина Путин за 20 лет не оставил ни одного человека, у которого есть какие-то президентские амбиции. Ни одного. Потому что всех, кто были самостоятельные, все, кто были умные, все, кто были инициативные, Путин таких людей ликвидирует. И оставляет в основном людей, которые просто, вот дан приказ ему, и он его исполняет. Никаких проблем. Вот Патрушев является одним из таких людей. Но у Патрушева все-таки свои какие-то мысли есть, у него есть структурное мышление, и он поэтому посадил своего сына, сделал министром сельского хозяйства. И вот попали слухи, а также там некоторые группы людей приятельных, которые говорят о том, что Патрушев продвигает своего сына, как преемника, возможно, Путина. Значит, об этом говорил профессор Соловей, об этом говорит мой партнер по итогам генерала СВР, человек, который, Виктор Михайлович, который себя называет генерал-диссионантом СВР. Но мы, на самом деле, до конца этого не знаем. И самое главное другое, что вот даже если мы понимаем, что вот война, войну в Украине, решение принимали три человека. Путин, Патрушев и Боргин. Военные были против. Внешняя разведка на Рыжкин, судя по всему, был против. Говорят, генеральный прокурор Краснов был против. Тогда Путин собрал вот эту бодягу 21 февраля, чтобы заставить их всех публично признаться, что они вместе с ним, повязать их публичными обещаниями, сказал, что все они поддержали признание сначала ДНР, а потом войну. Но, говоря то, что вот Путин, Патрушев и Бортников, то есть три человека, бывшие КГБшники, и все три были бывшие директора и нынешний директор ФСБ, что ФСБ все решает. И это тоже неправильно. Потому что вот эти три человека, да, они решили, но это не означает, что это структура ФСБ, которая что-то там контролирует. Это просто вот эти три человека, они все выходцы из этой структуры. Вот и все. И в этом смысле я не до конца согласен с Юрием Фельщинским. Дальше вот есть отдельный разговор про другие какие-то структуры. Вот там Золотов, Росгвардия, бывший охранник Путина. Дюмин, бывший охранник Путина, который губернатор в Туле. Значит, Зиничев, бывший охранник Путина, который был начальником МЧС. Когда Зиничева то ли убили, то ли сам себя убил по пьянке, убил себя по пьянке в сентябре 21 года, вместо него поставили какого-то нового бывшего охранника Путина, которого никто не знает. Вот я его фамилию убейте, не могу выучить, вот сколько каждый раз в Википедию лажу, лазаю и тут же забываю ее. Не могу выучить его фамилию, никакого значения не имеет. Человек неизвестный, никто его не знает, никто его никогда не видел и никто его никакого интереса не представляет. Потому что Путин поставил абсолютного нуля. Но бывший охранник Путина, которому он доверяет. И дальше есть еще интрига, там Колокольцев, министр внутренних дел, может он стать самостоятельным человеком, не может он стать самостоятельным человеком. Значит, есть интрига, ГРУ, главное разведное управление, ну, которое называется теперь ГУ, главное управление генерального штаба, они никогда на, так сказать, политическую роль не претендовали вообще, даже в советское время. Даже в советское время. Вот из КГБшников становились генеральными секретарями или членами ПБ, никогда никакой начальник ГРУ не был никаким, ну, то есть он был там кандидатом член ЦК КПСС, может быть, членом ЦК, но ничего большего не было. Никогда. Ни секретарем ЦК никогда не стал, никогда ни генеральным секретарем, ни там дальше по государственной линии. Нарышкин, это отдельный разговор, потому что СВР не является, является специальной службой, но не является силовым ведомством, потому что надо понимать, что у СВР запрещено вести оперативную деятельность на территории Российской Федерации по закону, потому что они внешняя разведка, внешняя, то есть они ведут свою преступную, шпионскую деятельность за рубежом, и их деятельность в основном, это деятельность гражданская, то есть там сидят, они все в погонах, вот как я сидел в первом главке КГБ, но, и даже когда меня перевели в СВР один год, я там сидел с 91 по 92, мы все были в погонах, но мы все гражданские люди, мы ходим в пиджайках, мы даже на свои служебные удостоверения, мы ходим в ателье КГБшное, где нам выдавали форму, форму, верхнюю часть только форму, рубашку, галстук и китель, в котором мы фотографировались на удостоверение, сделали фотографию, снимаешь все это, сдаешь и обратно надеваешь свой пиджак, и идешь как цивильный человек, и нам, кстати, форма даже не полагалась, нам просто выплачивали деньги, там раз в два года нам выплачивали, значит, деньги, компенсацию за форму, как всем военнослужащим, вот, и, но у Нарышкина есть какая-то своя, значит, некая своя задумка, потому что он себя считает очень умным человеком, очень просвещенным в геополитике, значит, и пиарится постоянно, дает интервью, и, кстати, вот на последнее время он активизировал. Открыл памятник Феликсу Дзержинскому, хотел же вам добавить, это сделал. Да, вот в последнее время, значит, две вещи произошло, значит, в понедельник 11 сентября, день рождения Дзержинского, он в Ясенево, в штаб-квартире СВР, открыл памятник Дзержинского, который является чуть-чуть меньшей копией того, что стояло на площади Дзержинского в Москве, вот, и это, значит, вообще, так сказать, ну, как бы, значимый факт, раз, а во-вторых, это абсолютная психиатрия, абсолютная психиатрия, потому что на территории этой же, этого же Ясенева, этой же штаб-квартиры СВР находится часовня православная, что, кстати, нарушает конституцию Российской Федерации, потому что церковь и государство отделены по конституции в Российской Федерации, и никакая церковь не может находиться на территории государственных объектов, ну, за исключением Кремля, где это просто музеи считаются, соборная площадь, с тремя соборами, а дальше открывает он этот памятник, значит, Дзержинский палач, который уничтожал православие, который уничтожал попов, который уничтожал патриархов и владык русско-православной церкви, и этому палачу, вот этот Мэн, значит, Нарышкин, ставит памятник в том же месте, где находится русская часовня, русско-православная церковь. Значит, ему, вопрос к нему только один, что у тебя с головой? То есть, либо ты Дзержинского, и тогда ты против русско-православной церкви, потому что Дзержинский ее целенаправленно уничтожал, и после него Минжинский, там, я не знаю, Ежов, Егода, там, Абакумов и прочие всякие, и там, заканчивая Андроповым и прочими представителями КГБ, они все боролись с церковью, а этот самый хрен с горы Нарышкин ставит памятник Дзержинского рядом, ну, там, километры от часовни на его же территории. То есть, это, понятно, что это какой-то странный очень факт, но это его личный пиар. Это раз. И, во-вторых, он дает интервью большое на прошлой неделе дал интервью, значит, где высказывается там о том, какая замечательная служба СВР, как все там в шоколаде, все, всех она видит на три километра вперед, все она правильно говорит, правда, никаких успехов мы не видим. в прошлом году 450 шпионов русских было выперто из стран, некоторые говорят даже и больше, в этом году уже человек 200, наверное, из всех стран выперли, и чего там это самое СВР делает, мы не знаем, потому что шпионов нелегалых их ловят, ну, правда, там больше грушных ловят, но тем не менее, значит, шпионов ловят, а Нарышкин все время говорит, что они такие крутые, и вот говорит, какой он крутой, значит, в разговоре с Бернсом, он, значит, там ему отстаивал позицию России, и Бернс сказал, что такой наглый, какой дерзкий, значит, этот самый Нарышкин, хотя Бернс на самом деле думает, какой он дурак просто, да, потому что говорить публично, то, ту ахинею нести, что, типа, за три дня Киев, а если не за три, то за три месяца, а если не за три месяца, то за три года, а если не за три года, то за 30 лет, мы все-таки возьмем Киев, ну, то есть, глупости просто говорить, с одной стороны, и с другой стороны, он там наговорил еще очень важную вещь, кстати, идеологическую, он сказал, что Советский Союз исчез, потому что исполнил свою историческую роль, а это практически вещь, которую Нарышкин сказал против Путина, потому что Путин сказал, что Советский Союз это крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, и что вообще как жалко, что он исчез, и вообще это надо его восстанавливать, а Нарышкин нам вдруг говорит, что ничего, никакой Советский Союз восстанавливать не надо, потому что он отработал просто свою роль, и поэтому исчез, не потому что против него боролись какие-то американцы нехорошие, а потому что просто он выполнил свою историческую роль, и в этом смысле Нарышкин, конечно, дурак, он вообще не очень умный человек, он читал книжек много, он такой наукообразный весь такой, но очень скучный, очень занудный, и очень недалекий на самом деле человек, ну такой вот, ну, среднесоветский совок такой, совок, ну правда, костюмчики ему надели, там в Бельгию съездил, там на три года в советское время, на каких-то иностранных языках, немножко говорит, там на английском, на французском, чуть-чуть, вот, и вроде там получше Путина, все-таки у него карьера разведчика была лучше, чем у Путина, потому что он все-таки в Бельгию-то съездил, взяли на работу, в отличие от Путина, вот, и у Нарушкина, я его называю Нарушкиным, да, потому что Нарушка это следствие, слежка такая, служба наружного наблюдения, Нарушка на нашем стенге, а здесь Нарышкин, и вот я его называю Нарушкиным, и в общем у него, конечно, тоже есть какие-то свои претензии, но я думаю, что на самом деле все его претензии мы поняли 21 сентября, февраля 2022 года, когда этот великий разведчик плеял и говорил херню, извините меня за выражение, фигню, если пору перефразировать это в более приличном варианте, потому что собрались, чтобы признать независимость, но обговаривали-то на Совете Безопасности, что у нас несколько этапов, сначала признаем независимость, потом они попросят нас о помощи, мы окажем военную помощь, а потом мы включим их в состав Российской Федерации, а Нарышкин, как полный идиот, вышел на публику и сказал, а давайте мы включим сразу Российскую Федерацию, Путин на него смотрит и говорит, ты чего, идиот что ли, мы не об этом совсем, это мы сами там где-то у нас, это мы так договорились, это будет, но это будет еще через год, а ты о чем, ты чего вообще меряешь тут, козел, вот, а Нарышкин блеет, блеет, значит, вот для того, чтобы вы понимали, что такое Нарышкин, вот чтобы понять, что такое Нарышкин, пересмотрите эту историю, как он там, и Путин над ним просто публично издевается, вот, но, кстати, публично издевался и оставил, потому что он любит таких людей, он любит абсолютно дебилов, абсолютно дебилов, там, Диму Медведева, вот этого, Сергея Нарышкина, Нарышкина, вокруг себя, потому что эти люди против него не могут сказать вообще ничего, то есть это человек, у которого нет ни смелости, вообще ничего нет, ноль абсолютно, Но такой вот средний советский чекист. Да, это действительно. Получается, что вся иллюзия о том, что следующим президентом будет тот, кого выберет ФСБ, Сергей, это на самом деле не более чем конспирология. То есть ФСБ выбирает президентов и назначает президентов, скажем так. Да, я думаю, не то, что это конспирология. И да, конечно, это конспирология больше, это больше такие умозаключительные какие-то вещи. Это, по-моему, не соответствует действительности. Потому что мне кажется, что назначает не ФСБ, а больше те люди с баблом, которые стоят вокруг Путина, то есть всякие там братья Ковальчуки, Ротенберги. То есть вот такого уровня люди больше решают вокруг Путина и лично сам Путин. Потому что вот Патрушев, про которого говорили, что он вроде своего сына делает преемником, вообще при Путине называть слово преемник – это полная глупость. Потому что Путин изменил Конституцию в 2020 году, чтобы оставаться без всякого преемника до 2036 года. Путину не нужен никакой преемник. В голове у Путина никакого преемника быть не может. Вот Ельцин их там называл 10 миллионов штук и потом показал нам Путина, на которого даже никто не мог никогда подумать, что он может стать преемником. А у Путина не может быть с его стороны никакого преемника. Поэтому говорить, что Патрушев продвигает своего сына как преемника, это он может продвигать сколько угодно, никого это… Путин это не волнует. Вот если только внутри Кремля вдруг эти всякие Патрушевы, Бортниковы и Нарышкины вдруг не сделают переворот. Но переворот они сделать не могут. Потому что вот когда пошел Пригожин, его же… там же была интрига. Пригожин ведь три недели перед тем, как пошел на Москву, он пытался связаться с какими-то значимыми людьми, с Дюмином, с Бортниковым и прочими, и предложить им скинуть Путина, потому что Путин слабый, старый и вообще уже отработанный материал. Ему все говорили на этих вечеринках, да-да-да, давай, Женя, вперед, мы тебя все поддержим. А когда он пошел, его все слились. И Патрушев слился, и Нарышкин слился, и Золотов слился, все слились, и Дюмин слился. И в результате Пригожину вынужден был, значит, он останавливаться, а потом, значит, вся интрига, там, убили его, не убили, это уже отдельный разговор. И вот в завершении как раз «Нью-Йорк Таймс» сделала статью на тему того, что за активы Евгения Пригожина сейчас борется СВР и ГРУ. А Владимир Осечкин на прошлой неделе мне в интервью на моем YouTube-канале сказал, что на самом деле спецслужбы и ФСБ просто захотели отобрать активы Пригожина, и поэтому они инсценировали эту ситуацию, когда они его, значит, якобы сказали ему, что давай, иди, Евгений Пригожин, мы тебя поддержим. После этого он пошел против Путина, Путин его и ликвидировал, и они руками Путина отобрали все активы Пригожина, что это была такая спецоперация. Вот этот взгляд в завершении, поскольку, да. Вы знаете, это отдельная тема большая, и поэтому я вам предлагаю пока, что вот мы ее обозначили с вами, и как-нибудь мы к ней вернемся, потому что она требует отдельного разговора, да, потому что мы тут за три секунды мы не сможем сказать, мы просто заинтриговали немножко зрителей и сказали, что вот есть такая точка зрения, а правда ли, не правда ли, мы расскажем вам в следующей передаче или в одной из наших следующих передач. Друзья, сериал наш, да, интересная, занимательная конспирология, все тайны путинской элиты от Сергея Жирнова продолжается. Каждую неделю, несколько раз даже в неделю будем давать вам эти материалы. Бывший сотрудник АГБ внешней разведки Сергей Жирнов всегда готов поделиться самыми изюминками. Благодарю вас, Сергей, и до встречи в новых выпусках. Спасибо.